Дорогие мои! К семейным ценностям, чтобы вот это вот понятие, понимание, оно присутствовало в ее жизни, потому что она может направить мужа в правильном направлении, как бы там, какими бы высокими должностями не обладали мужчины, женщина всегда может скорректировать. Да, так, где-то легко, но непринужденно, но точно и правильно. Поэтому мы видим сейчас уже подан закон, который будет касаться религиозных организаций, это церквей, что в церквах нам будет запрещено говорить о том, что гомосексуализм это грех. И даже будет статья, которая будет там штрафы, даже до отсидки определенной. То есть вы понимаете, что мы идем в Европу через одно пикантное место, потому что мы не меняемся, те вещи, которые надо на самом деле изменить, да, мы не избавляемся от коррупции, от всех этих вещей. Но главное, чтобы мы были похожи на Европу вот именно вот этими вещами, гомосексуализмом и так далее. Я возмущен, да, возмущен этими вещами, несмотря на то, что я продолжаю благословлять президента. Но я верю в то, что Бог как-то даст мудрости в этих вещах, потому что это очень важные, очень важные вещи, которые либо разрушат нашу страну, либо будут созидать ее. И дьявол, знаете, заинтересован в том, чтобы наша страна, она была разрушена, разрушена во всех сферах. И если в Европе хотя бы с экономикой все нормально, да, и там уже как бы вот эти вот вещи, они уже просто зашли туда от изобилия предложенного товара и так далее. Когда людям уже как бы они все уже попробовали, только вот это еще не пробовали, они открываются до этого. То если это у нас будет, при нашей экономике, это просто убьет экономику Украины. Потому что, вы же понимаете, это бьет по генофонду Украины, это бьет по очень многим вещам, которые люди этого мира заинтересованы, чтобы Украина не размножалась, чтобы Украина не развивалась, чтобы Украина была такой, знаете, каким-то таким захолустьем, в котором изобилие гомосексуализма. Но мы верим, что наши молитвы не случайны, и что те молитвы, которые мы возносим на площадях, те молитвы, которые мы возносим в церкви, они достигают небес. Мы верим, что Бог что-то будет с этим делать. Мы не знаем еще что, но мы верим, что Бог не допустит этого разврата беззакония в нашей стране. Но для этого мы должны молиться. Мы не можем сегодня успокаиваться, мы не можем сегодня соглашаться с тем, что есть. Мы должны поднимать голоса, мы должны активно, вы знаете, петиция, которая была в пути этого, она, по-моему, так и не набрала. Не набрала, сколько там, 20 тысяч? Значит, 20 тысяч всего лишь навсего надо набрать, чтобы эта петиция имела силу. Христиане не набрали этого. Это не значит, что нет христиан 20 тысяч. Это значит, что христиане ведут себе пассивный образ жизни, и что там в политике, там ваше дело, нас это не касается. Второй фактор – это то, что очень тяжело зарегистрироваться и проголосовать там. И да, я столкнулся с этим тоже, потому что просит меня пароль, а я не могу вспомнить тот пароль. Когда вспоминают тот пароль, он уже не пароль. В общем, такая вот, как бы, и я бы очень просил братьев, которые хорошо разбираются в компьютерной технике, чтобы вы помогли более старшему поколению разобраться в этих вещах и все-таки проголосовать. Это важно и очень ценно. Нуждайтесь, да? Подходите к более молодым, которые, а то если висит на телефоне, подходите. Брат, сестра, ты мой друг. И начинаете регистрироваться. Хорошо. О чем я хочу говорить сегодня? Я хотел бы продолжить ту тему, которую я говорил в прошлый раз. Кто может мне напомнить, о чем мы говорили в прошлый раз? Про Иисуса-то я знаю. Спасены к взаимоотношениям. И мы показывали видеофильм, в котором мы говорили о том, что люди, которые старшего возраста, которые находятся в общении, они более счастливы. Они и в старости сочны и счастливы, да? И это делает их более богатыми, потому что взаимоотношения, они делают свою работу. И мы сказали о том, что мы нуждаемся во взаимоотношениях. И дьявол знает о том, что мы нуждаемся во взаимоотношениях. Мы говорили о том, что человек рождается в результате взаимоотношений, да? Мужчины и женщины. Мы говорили о том, что происходит физическое рождение, также происходит духовное рождение. Я хочу, чтобы вы просто вспомнили это. Человек развивается через взаимоотношения, общаясь друг с другом, мы имеем определенные точки развития. И фокус, демонический атак, мы говорим, что это как раз взаимоотношения. Дьявол желает разрушить взаимоотношения людей, особенно верующих людей, чтобы среди верующих людей не было единства, не было согласия, не было взаимопонимания. Потому что верующие люди, когда они в единстве и согласии, они могут делать очень великие вещи, великие дела, и в этом есть огромная сила. Дьявол понимает это, поэтому весь его фокус направлен на то, чтобы разрушить взаимоотношения людей. Спасибо. Что-то он сам отходит. Поэтому дьявол старается всячески нарушить наши правильные взаимоотношения. И мы говорили о том, что нам необходимо вкладывать во взаимоотношения. Это ресурс нашего времени, это ресурс наших финансов, это наши чувства, эмоции и так далее. Все это должно быть направлено на созидание отношений, не на разрушение их. У нас есть достаточно эмоций, негативных эмоций на то, чтобы разрушать отношения. Но как верующие люди мы приняли решение ходить в благодати Божьей. Мы приняли решение ходить в Боге, в Его наставлении, в Его учении, в Его характере. Мы говорим о том, что мы унаследовали от Бога характер Христов. И поэтому наша жизнь, она меняется, и мы должны заботиться о том, чтобы всякая негативная энергия, которая была в нашей жизни из древней, оттуда, из мира, чтобы она не проявлялась. Или если проявляется, то минимально проявлялась в нашей жизни, чтобы мы могли возрастать в зрелости, подниматься, расти и быть благословением друг для друга. И поэтому мы говорили, нам нужно вкладывать во взаимоотношения ресурс, который есть в нашей жизни. Мы говорили о том, что одиночество также не без пользы. Одиночество помогает понять и переоценить важность взаимоотношений. Когда мы находимся где-то изолированы, когда мы находимся кто в армии, кто еще где-то, когда мы находимся в изоляции от верующих людей, мы начинаем ценить, как важно, как ценно. Кто-то уехал в Польшу на работу и не нашел там церковь, кто-то еще куда-то. И мы начинаем понимать, что ценность взаимоотношений очень и очень высока. И поэтому, когда люди пережили уже это, они непременно, возвратившись, будут ценить и будут вкладывать во взаимоотношения. Мы говорили о том, что инициатива очень важна, очень-очень-очень важно быть ушами для людей, с которыми ты общаешься, с которыми ты дружишь. Уметь выслушать, потому что, знаете, зачастую мы настолько настроены говорить, эта форма у нас и с Богом так. Мы выделяем для общения с Богом буквально пять минут, может быть, десять, может быть, пятнадцать. Мы наговорили ему кучу, мы его не послушали. Вроде как, знаете, как твои дела? Хорошо, и пошел, да? Человек начал рассказывать, как у него дела, а у тебя нет времени его выслушать. Точно так же с Богом. Мы говорим Богу, мы успели высказать Богу какие-то наши просьбы, претензии и так далее. Мы ушли, а ты там разбирайся. Будет желание, как-то найдешь возможность ответить, да? Как бы мы говорим такие вещи где-то не озвучивая. Поэтому очень важно, чтобы общаясь друг с другом, мы имели возможность выслушать человека, мы имели возможность также поделиться с человеком, потому что наша открытость, она открывает сердце наших друзей. Можете сказать на это аминь? Когда мы открываемся в каких-то наших вещах, может быть, даже тайных вещах, это дает возможность нашему собеседнику, другу, также открыться. А мы нуждаемся в этом, потому что Библия пишет, что признавайтесь друг при другом в проступках ваших. Зачастую в нашей жизни ежедневно мы делаем какие-то вещи, определенные вещи, которые не совсем характера Христова, которые, ну, это могут быть самые разные вещи. Это может быть твоя какая-то вспыльчивость, твоя какая-то, знаете, даже в вождении, да? Мы по-разному водим машины, кто-то водит быстрее, кто-то медленнее. Знаете, меня всегда возмущают люди, которые едут медленно, но по левой стороне. Они никуда не спешат, и при этом они себе спокойно едут. И я уже несколько раз, объезжаясь с правой стороны, ну, был в таких аварийных ситуациях, когда человек вдруг проснулся, ему надо повернуть, он себе без всякого этого, как, знаете, поворачивает даже, несмотря в зеркало. Поэтому хочется всегда ехать, или если быстро едешь, ехать с правой, с левой стороны, да? Но обычно там занято людьми, которые любят медленно ездить. И поэтому иногда это подымает в нашем характере какой-то. Это ты начинаешь рассказывать, хотя человек тебя не слышит, но ты начинаешь рассказывать все, что ты думаешь о нем, как стоит ездить на самом деле. И я уже думал, так, знаете, получить корочку журналиста, просто останавливать и дай мне интервью, пожалуйста. С какой целью ты едешь по этой дороге, вот с такой-то скоростью, да? Интересно просто. Знаете, Смелянская улица, она раньше была разбита, сейчас ее сделали идеальная дорога. Раньше люди ездили посередине, чтобы не попадать в ямы, которые сбоку. И я остановил одного человека, обогнал его, остановил, вышел и говорит, слушай, расскажи мне, просто интересно, говорю, расскажи, почему ты едешь по этой стороне так медленно? А шо? Я говорю, там точно такая же дорога. Ям нет на этой дороге. Да я как-то, говорит, не думал. Я говорю, подумай, пожалуйста, потому что есть люди, которые спешат, может быть, в роддом, может быть, в скорую помощь, может быть, еще куда-то. Может быть, просто спешат, потому что спешат на работу, да? И просто подумай об этом, съед на правую сторону. Хорошо, я, говорит, подумаю об этом. Бывают такие спокойные. Бывают, конечно, люди, которые дули тебе тычут с закрытого стекла. Всякое бывает. Но мы нуждаемся в том, чтобы признаваться друг при другом. Да я сейчас признаюсь при вас. Это исповедание, поэтому никому не рассказывайте. И поэтому мы нуждаемся в том, чтобы кто-то был в нашей жизни, чтобы был просто выслушать нас. Просто выслушать, чтобы на самом деле нам ходить в святости перед Богом, в чистоте перед Богом в наших взаимоотношениях. Поэтому мы говорили о том, что это жертва, это жертва временем, это жертва деньгами. Потому что для того, чтобы дружить, нам нужно не только отдалживать у нашего друга деньги, да? Иногда люди думают, что друг – это тот, у кого можно отдалжить. Но иногда вкладывать в него, да? Даже если ты отдалжил, пригласить в ресторан, покормить, пообщаться, выехать на шашлыки. Это тоже денег стоит. Где-то повезти на Днепр, где-то повезти на остров, еще куда-то. Это тоже финансы. Но ты можешь вкладывать это для того, чтобы ваши отношения были ближе, чтобы ваши отношения были более-таки расположены. Поэтому мы говорим, что жертва входит также в это. Мы говорили о том, что это риск, риск открытости, риск готовности к боли, потому что на самом деле ранят люди, которые ближе всего стоят к тебе. Самая больная или болючая вещь – это когда люди, которые стоят рядом с тобой, которых ты уже вкладывал, с которыми ты развивал отношения и так далее, а потом вдруг раз – предательство – это самое больное. Потому что если тебя предал сосед, с которым ты встречаешься раз в месяц, это не так больно. То есть это предал человек, с которым ты постоянно вращаешься, находишься в близких взаимоотношениях, который знает твои тайные слабые места жизни. И когда этот человек предает, это очень больно и очень рискованно. Поэтому в этом есть определенные риски. Мы говорили об этом, мы должны быть открыты к готовности к боли и к каким-то переживаниям. Ну, это того стоит. И последнее мы говорили о том, что благодать должна быть в нашей жизни. Мы должны больше требовать от себя и меньше требовать от кого? От других, от наших друзей, от наших близких. И когда мы больше требуем от себя, это намного сильнее мотивирует нас и благословляет нас друзьями. Потому что люди, которые видят твои изменения, их тянет тебе, потому что им так же хочется быть измененными. И поэтому пусть Бог благословит нас в этом, чтобы мы на самом деле осознавали важность и ценность этого вопроса. И теперь мы переходим к новой теме. Важность взаимоотношений. Итак, взаимоотношения. Притча, 27 глава, 17 стихом. Очень интересный стих. Притча, 27 глава, 17 стихом. Кто помнит, кто написал притч? Соломон. Мудрейший человек. Мудрее не было до него, во время него и после него. Кроме Иисуса. И этот человек прожил определенную фактически жизнь, потому что эта книга была написана уже как бы на заходе. Это уже «Экклезиаста» была написана. Извиняюсь. Но он уже прожил хороший отрезок жизни. И наблюдая за жизнью, он сделал такой определенный вывод. И мы читаем. «Железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего». Когда я читал это местописание, я почему-то никогда не обращал внимания на вот эту вторую часть стиха. «Изощряет взгляд друга своего». Как вы думаете, что значит «изощряет»? «Изощряет»? «Изощряет» – это «остом робот». «Изменяет», «перекручивает». Есть еще идеи? Что наши теологи скажут? «Совершенствует» – тоже хорошо. Я взял еще один перевод. И вот что пишется. Что «железо острит, так острит человек человека». То есть это как «острит», это как «исправляет», это как «меняет» под себя. От себя. Ага, ага. Хорошо. Ну, вы поняли, наверное. Итак, взаимоотношения. Взаимоотношения – это, прежде всего, переплетение абсолютно разных людей. Мы говорили о том, что Бог не случайно поместил нас и создал церковь. Поместил нас в одно такое общество, в такую ячейку общества с определенной целью. Он желает, чтобы мы с вами возросли, как духовные люди. И Бог не желает, чтобы мы выросли такими тепличными растениями, знаете, изолированными от общества. Чтобы мы росли, там себе поднимались, как тюльпанчики в теплице, там, чтобы нас никто не мешал, никакие там ветры, бури, морозы и так далее. А одна температура определенная, которая на протяжении всего нас с самыми разными характерами, с самыми разными эмоциями, чувствами, воспитанием, образованием и так далее и тому подобное. Бог сводит нас в одно целое и сплетает нас в наших взаимоотношениях. И знаете, интересно, что некоторые люди, когда ищут причину, чтобы уйти из церкви, одна из их причин, когда они находятся в большой церкви, нет любви. Нет любви, нет взаимоотношений и так далее. Поэтому я пошел искать церковь, нашел себе церковь там из 50 человек, говорит, там такая любовь, там такая семья, там такие взаимоотношения. Послушайте, это нормально, когда в церкви, в которой 50 человек, нормальные взаимоотношения. Потому что даже ученые, исследуя, говорят о том, что человек может влиять и удерживать внимание 50 с чем-то человек. То есть 50 с чем-то человек, они могут находиться в таком близости, как семейные отношения. Уже больше, это уже выходит за рамки воспринятия и так далее. И поэтому, когда церковь больше 50, там уже идет такая разбалансировка в этих вещах. И поэтому люди вдруг обнаруживают, что раньше была семья. Раньше мы вместе собирались, ездили в лес, ходили в бане, еще что-то делали вместе. А сейчас этого нет. Церковь выросла, да? И кто-то из братьев свидетельствовал, что общаются с кем-то на работе. Говорит, я из благовестия. А тут, я тоже из благовестия. А с какой ты благовестия? Говорит, ну, в благовестии. У нас одна благовестия. Говорит, почему я тебя не вижу? То есть, казалось бы, я-то вас всех вижу, да? А вы видите только меня в основном. Когда заканчивается служение, те, кто уходят раньше, вы их вообще не видите. Те, кто немножко попозже, вы можете где-то пересечься взглядами. Но вы не пообщались. Вы не имеете вот этих вот близких взаимоотношений. Это то, что так важно для церкви. Это то, что важно так, чтобы нам с вами просто переплестись во взаимоотношениях. Мы все разные. Первое, что мы можем отметить, мы все очень и очень разные. И Бог не может клонировать нас, знаете, все такие одинаковые, такие все паечки улыбающиеся, такие все просто одуванчики Божьи. И мы все разные приходим. У нас разный темперамент. У нас разные характеры. У нас разные дары. У нас разные знания. Кто-то закончил 8 классов, кто-то 7, кто-то вообще, может быть, 5 с трудом. Кто-то закончил одно высшее образование, кто-то закончил 3 высших образования. Мы все разные в восприятии, мы все разные с точки зрения знаний. Мы имеем разный опыт. Кто-то имеет опыт отсидки пару раз, пару ходок в тюрьме. Кто-то никогда там не был и не знает, что это такое. Но кто-то был в армии, и кто-то опять же таки не знает, что это такое. У нас у всех разный опыт. Кто-то учился длительное время, у него свой опыт и так далее. То есть мы сходимся с совершенно разными дарами, темпераментами, характерами, знаниями и опытом. Но несмотря на это, Бог сплетает отпускать эту вот вытянутую руку. А зачастую даже христиане, верующие люди, они не руки. Оно пропадает. А если еще этот человек поживет у тебя дома, о-о-о, вы представляете, как это надо измениться. Ведь два часа в церкви быть измененным намного легче, нежели сутки подряд. Ребят, можете согласиться со мной? Улыбаться два часа и улыбаться целые сутки, есть разница? Потому что ты выходишь из церкви, и улыбка твоя уходит вместе, остается здесь. И очень важно, чтобы мы понимали эти вещи. Очень важно, чтобы мы делали все, чтобы исключить вот эту возможность. Я люблю тебя, брат, но на расстоянии. Ближе, извини, пока не могу подпустить. А вдруг ты сделаешь мне больно? Так вот, Бог заинтересован в том, чтобы железо точило железо. Камень оттачивал камень. Раньше говорят, что строилось вообще без цемента. За счет чего? Камни притирались. Они насколько были, что их не надо было склеивать. Они сами склеивались. За счет этого плотности. И камень на камень, камень на камень притерли. Все стоит здание без всяких проблем. Поэтому Бог желает, чтобы строение церкви Христовой, оно строилось на правильных взаимоотношениях друг с другом. И потому в Библии вы найдете массу мест Писаний, которые говорят о взаимоотношениях. Вы найдете массу мест Писаний, которые говорят о дружбе, о том, что важно, ценно, потому что именно через это мы переплавляемся. Через это мы меняемся. Аминь? Очень важно, чтобы находясь в церкви, мы могли признаться себе в том, что не все люди в церкви такие, как я. Я не могу требовать от вас того, что требую от себя, или того, что есть во мне. Вот у меня есть такой характер, вот у меня есть такие качества, вот у всех должны быть такие качества. Я шустрый, все должны быть шустрыми. Я медленный, все должны быть медленными. Чтобы я чувствовал себя нормально. Правильно? Потому что если я где-то подтормаживаю, а кто-то спешит, мне уже не уютно. Один человек интеллигентный заходит в троллейбус, а там два матерятся друг на друга, кричат, там весь троллейбус в шоке, молчат все, голову позасовывали. Говорят, хлопцы, ну, можно и требовать в общественном месте, но они поднимаются и до него. А ты что, интеллигент? Да не, кажи, это конечно быдло, как и вы. Иногда для того, чтобы нам иметь правильное взаимоотношение друг с другом, мы можем выглядеть таким же самым, но это скрепляет наши взаимоотношения, это делает что-то внутри нас. И он может быть в нашей жизни как ручник, знаете. Когда вы стоите на ручнике, вы очень быстро не тронетесь, потому что надо снять с ручника. И поэтому где-то нам на протяжении какого-то определенного времени мы привыкнем, что не всегда надо... Кто-то может учиться более... Он будет подтормаживать, чтобы... ...цели и дойти вместе. Бог заинтересован в том, чтобы мы были вот этим железом, которое точит друг друга. Точит к совершенству святых. Бог желает, чтобы мы в действительности совершенствовали, чтобы мы достигали его характера. Павел говорит, я бегу, чтобы не просто бить в воздух. И он говорит, подражайте мне, как я Христу. Он показывал, что вы можете иметь точно такой же характер. Вы можете иметь точно такие же достижения. Если вы будете тянуться, если вы будете стараться, если вы будете подражать каких-то определенных... Подражайте мне, как я Христу. Вот почему так важно, чтобы мы имели взаимоотношения. И так нам очень важно признать, что... Мы не все одинаковые. И нам нужно принять других с их отличиями в нашу жизнь. Услышьте меня сегодня. Нам нужно принять, как друзей их в свою жизнь, с их отличиями, с теми вещами, которые нам, может быть, не нравятся. Вещи, которые абсолютно далеки от воспитания, в котором мы выросли. Вы знаете, будут в мусорке. Потому что у вас супруга или кто-то из детей такой вот особо пикантный или щепетильный в этих вещах. И вы привыкаете к этому, вы живете в этом. И когда вы сталкиваетесь с тем, что все... Заходите к человеку, у него все там... Что это? Для человека это нормальный образ жизни. Он вырос в этом. Для него это привычное состояние. Вас это выбивает из шок. Но вместе с тем, вы можете, показывая... Знаете, не в такой форме, ты что, ты вообще бомж, как ты можешь так жить и так далее. Не, своим примером показывая. Приводя его в свой дом. Смотри, что это такое, это что, аптека или... Что это? Разве так можно жить? Оказывается, можно. А где же твои носки, почему я их не вижу? Ни белья, ни носков, ни полотенец. Все отсутствует. Оказывается, от такого тоже можно жить. И потом мы начинаем тянуться в этих вещах. Мы понимаем, что если мой друг придет, и у меня все будет так вот, как оно есть, я снова буду шокировать его. И ты начинаешь, хотя бы надо снять с люстры, хотя бы надо с дверей поснимать, там где-то позасовывать, позабрасывать. Хотя бы это сделать. Для начала. Но постепенно вы начинаете обшлифовываться, остриться, как нож об нож. Металл об металл. Камень об камень. Мы начинаем шлифоваться, мы начинаем изменяться. Нам, конечно, хочется тянуться к лучшему. Мы понимаем, что то, в чем мы выросли, это не совсем нормальное положение. Можно жить лучше. И мы начинаем стремиться к лучшему. Это и в нашем общении, в нашем лексиконе, да, я общаюсь с братьями какое-то длительное время, с бывшими небратьями. Фактически каждый вторник, по-моему, они приходили молиться в наш дом. Вот общаясь с ними, я понял, что мой лексикон портится. Я начинаю какие-то вещи там с такого жаргона, да, использовать, употреблять. Я понял, что ва-ва-ва-ва. Надо что-то делать, надо что-то менять. И я начал в каких-то вещах просто исправлять. Давайте мы от этого избавимся, давайте это выбросим из лексикона, потому что это ненормально. Я обратил, что пастыря на пастырских общениях говорят какие-то вещи, которые для меня это чуть ли не матюк. Я говорю, подождите, ребята, это из какого репертуара? Это где написано? Там слова такие, фиг, нафиг, там вот эта вот вещь. Я говорю, откуда это? Я говорю, вырос, у меня такого не было в лексиконе ни мамы, ни папы, ни бабушки, ни дедушки. Я не слышал этих слов. Почему я слышу сегодня от пастырей? Это нормальные слова? А что здесь плохого? Это же не матюк. Заменитель, да. Вот в армии, знаете, для того, чтобы мне не потерять друзей, я не матерился, но у меня были, я уже рассказывал кому-то, у меня были слова заменители. И когда мы уже после армии встретились с братом, который покаялся, он приезжал у нас, проповедовал как-то, и мы с ним списались, и смотрят, Юра, я тебя помню. Помню твою слякоть. У меня если что-то такое плохое, ну, слякоть. Кто-то выругался, я аккуратно, слякоть. Еще что-то, еще что-то. Такие были слова заменители, чтобы вроде как и не ругаться, и вместе с тем, чтобы все было чинно, достойно и так далее. Где-то мы примазываемся в этих вещах к миру, и где-то мы подражаем миру в этих вещах, и очень важно, чтобы мы понимали, что это не то, что должно быть на вооружении нашей жизни. Мы должны стремиться к правильным оборотам нашей речи. А чтобы измениться в этих вещах, что должно присутствовать в моей жизни. Друг, который филолог, или человек, который следит за своей речью, который читает много книг и так далее, я смотрю, у него нормальная речь. И общаясь с этим человеком, ты по неволе будешь меняться. Ты по неволе будешь изменяться в своих отношениях. И поэтому мы нуждаемся друг в друге, мы нуждаемся в общении друг с другом, чтобы нам меняться. Итак, разность усиливает нас. Запишите это, если вы конспектируете. Разность усиливает нас. Если мы научимся принимать друг друга с индивидуальными особенностями, мы сможем обогащать себя сильными сторонами друг друга. В жизни каждого из нас есть сильные стороны, которые мы можем принимать в свою жизнь и меняться в этом. Вот почему так важно нам быть вместе. Почему я говорю сегодня это слово? Мы начали такую братскую молитву. Каждое утро проходит такая молитва, она в 6.30 начинается, где-то в полвосьмого где-то заканчивается. Где-то час мы находимся в таком молитвенном состоянии. Собрались братья, которые абсолютно разные. Раньше не собирались вместе, не молились. То есть такое, знаете, я увидел сразу разность в характерах, темпераменте и так далее. Кто-то молится просто вот так вот весь, сгорая. Кто-то приходит, но любит кофе утром выпить. Ну и позволяет себе во время молитвы выпить кофе. А кто-то, кто находится в огне, а тут что-то кофе пьет. И я увидел, что началась такая конфликтная ситуация. Молитва заканчивается, и начинаются выясняться отношения. Почему? Ну что, плохие? Нет. Мы все хорошие. Мы благословенные. Мы все стремимся к лучшему. Но разность в наших характерах, воспитании и так далее, она дает о себе знать. Разность в нашем темпераменте, я говорю, она дает о себе знать. Если кто-то шустрый, а кто-то более медленный, мы будем иметь конфликт. Но Бог желает, чтобы эта разница между нами, она делала порядок внутри нас. Упорядочила нас, как христиан, детей Божьих. И поэтому наши взаимоотношения, которые мы имеем во Христе Иисусе, это большое благословение для нас. И поэтому разность, она только усиливает нас. Я спросил у братьев, могу ли я рассказать об этом примере. И они сказали, да, конечно. Поэтому я с их разрешения, чтобы вы не не мониторили там у себя, что это пастор начинает на свет все. Я спросил. И поэтому я вижу, что мы можем научиться друг у друга. Те темпераментные, быстрые в решениях и так далее, они могут стать более степенными. А те, кто более медленные, смогут стать более шустрыми. Учаясь друг у друга, беря что-то друг от друга. Кто-то с маленьким словарным запасом, общаясь с человеком, который прочитал много книг, у которого за спиной там библиотеки целые. Мы можем научиться друг другу каким-то новым словам. Смотришь, тут одно слово, второе слово. Ой, я такое не слышал. А что это такое? А что оно обозначает? Ага, вот это, вот это, вот это. И ты начинаешь интеллектуально развиваться. И это дружба. Это наши взаимоотношения. И чем теснее мы в наших взаимоотношениях, тем больше мы можем взять друг от друга. И кто-то сказал на это? Аминь. Я дружил с моим двоюродным братом, который вырос в русской поляне. Я родился и жил в Черкасах. А мы дружим. И мне надо его показывать своим друзьям. А в Черкасах раньше это чисто русский язык такой вот весь. А если у тебя суржик, то ты уже колхозник. И мне надо было этого колхозника представить своим друзьям. А если ты дружишь с колхозником, то ты сам колхозник. И мне надо поломать было в себе вот эту вот какую-то гордыню, да, что я такой вот, а у меня тут друг такой, что-то я себя некомфортно чувствую. Я потом сказал, нет, почему? Я буду себя комфортно чувствовать. Это мой друг. И потому я его приводил, знакомил с своими друзьями и так далее. Мне говорили, где ты его оторвал? Я говорю, не важно, ребят, не важно, все хорошо. Я приезжал туда, там тоже был конфликт. Что-то этого городского сюда припер. Знаете, вот эти вот конфликты, да, но наша дружба, наши взаимоотношения, я научился разговаривать по колхозному, он научился по городскому, и это сделало нас сильнее. Мы уже там не выглянем, как белая ворона, и здесь мы чувствуем себя тоже комфортно. Почему? Мы научились друг от друга. Наша дружба, наши взаимоотношения сделали нас сильнее тех, кто разговаривает только на городском или только на колхозном. Все изменилось. Почему? Мы стали сильнее. Поэтому наши взаимоотношения в церкви, это скрепление наших взаимоотношений, это то, что делает нас намного сильнее. Разность также может разделять и вызывать конфликт. Это то, что произошло с братьями. Разность в темпераменте вызывает определенный этот. Брат молится, молится по мыслям, слушай, что ты кофе пьешь, что ты бы еще бутерброды взял. А то смотрит на него и думает, что ты от меня хочешь? Знаете, вот эти вот вещи, вот эти вещи, они впоследствии дадут правильное решение этих вопросов. Я тоже прикинулся кофе, потом смотрю реакцию такую, я оставлял его на барной стойке. Выхожу, выпил и дальше молюсь. Как бы никого не смущаешь. Мы можем меняться. Мы можем меняться. В конечном итоге кто-то может отвыкнуть от кофе и сказать, ладно, сейчас помолюсь уже, не проблема. Лишь бы брат был спокоен. А брат говорит, а хоть и чай бери, не важно. Я уже на это не обращаю внимания. Мы меняемся, мы растем, общаясь друг с другом, принимая друг друга такими, как мы есть. Где-то изменяя друг друга посредством своего личного примера, мы становимся лучше, сильнее, мы становимся более связаны друг с другом. А дьяволу это очень не нравится. И поэтому Библия говорит, что он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он ищет вот эту вот разницу в темпераменте, он ищет вот эти вот вещи, за которые можно зацепиться и предлагает свои условия. Но то, что нам важно и ценно, нам нужно понимать, что Библия, она учит нас ходить в единстве. Библия говорит нам о том, что в единстве сила. А если в единстве сила, я буду делать все, чтобы ходить в единстве с моим братом, с моей сестрой, чтобы быть одним целым, чтобы одержать победу над всеми теми вещами, которые дьявол навязывает в жизнь верующего человека. Поэтому неправильное восприятие разности, то есть неправильное отношение к тому, что мой брат не такой, как я, оно вызывает конфликт. Но если ты принимаешь, если ты где-то сдерживаешь себя и говоришь, хорошо, ты мой друг, ты мой брат, я могу на это закрыть глаза на сегодняшний день. Это не значит, что мы согласились с этой ситуацией. Нет. Но это значит, что я буду молиться к Богу и просить Господь. Я так хочу увидеть этого человека измененным. И когда мы молимся друг за друга, мы принимаем друг друга. Потому что молитва – это то, что более всего соединяет нас в одно целое. Почему говорят, что братьям и сестрам до замужества не стоит молиться вместе? молитва делает то, что еще нельзя делать. До женитьбы. Аминь. Итак, мы сказали, что Бог благословляет и усилит нас разностью, что разность она также разделяет и вызывает конфликты. но еще, что происходит в нашей жизни, взаимоотношения обогащают. Запишите, если вы пишете. Церковь, концентрация разных людей, мы сказали, уже доступных к взаимоотношениям. Бог каждого создал в чем-то сильного, в чем-то слабого, чтобы мы с вами дополняли друг друга. Услышьте меня сегодня. Бог специально сделал так, что кто-то у нас силен в этом, а слаб в этом. А кто-то силен в этом, а слаб в этом. И вместе мы дополняем друг друга. Мы становимся оба сильными, потому что в нем есть сильная сторона та, которая у меня слабая, а во мне есть сильная сторона та, которая в нем слабая. И вместе мы становимся сильными во Христе Иисусе. Аминь? Итак, взаимоотношения обогащают. Бог желает, чтобы мы нуждались друг в друге я уже сказал кто-то прочитал 200 книг кто-то прочитал только мурзилку но в наших взаимоотношениях мы развиваемся и становимся совершенно другими людьми мы возрастаем нашем интеллекте и в других вещах которые так важны для нашей жизни нашего развития поэтому мы не теряем мы только приобретаем взаимосоединенные сосуды вспомните там на физике помогали где-то две колбы соединенные внизу там и вот в одну наливаешь оно все уравновешивается что-то подобное происходит между друзьями это происходит происходит между супругами это происходит между друзьями близкими друзьями которые трутся железо железо точит когда мы находимся в этом состоянии постоянно мы находимся в общении друг с другом это происходит нашей жизни бог начинает менять нас и делает это самым чудесным образом и кто-то сказал на это аминь итак благодаря этим соединением мы получаем больше вливания когда бог видит что мы сосуды готовые принимать от бога не разливать это не разбрасывать это но принимать это и делить это между собой бог наполняет все больше больше и больше мы становимся духовно более зрелыми людьми бог взращивает нас бог подымает нас не только интеллектуально духовно мы созреваем и это делает нас еще сильнее поэтому благодаря этому все тело оно соединено скреплено всевозможными связями и все части его выполнять каждая свою функцию каждый в теле христовом выполняет свою функцию то в чем мы сильны вот почему мы говорим что в церкви не 20 процентов должны выполнять всю работу церкви но сто процентов должны участвовать почему потому что у каждого из нас свой дар у каждого из нас своя сильная сторона и все это может восполниться вот этими вещами и церковь она становится более эффективно более функционально и это является благословением уже для мира потому что мы не только между собой несем это мы выносим это за пределы за стены церкви и мы являемся благословением для людей и когда люди смотрят на нас что мы абсолютно разные но вместе с тем находим общий язык находим уважение друг к другу для людей этого мира это не стандартная ситуация для людей этого мира это чудо они смотрят на нас уже как на создавшиеся чудо когда мы приходим где-то общаемся с кем-то кто-то более молчаливых кто-то больше тот что молчаливый больше слушает кто-то больше говорит он больше наставляет а вместе мы являемся просто идеальной парой вот почему если говорит идите по двое да не по одному по двое потому что двое могут сделать намного больше нежели один и поэтому пусть бог благословит нас в этом ефесянам 4 глава 16 стих апостол павел показывает нам важность этих вопросов ефесянам 4 глава 16 стихом из которого все тело составляемо и совокупляемо посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действию свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви все эти связи все эти скрепляющие связи они приращивают нас в развитии в созидании себя в любви божьей это делает нас богаче это делает нас благословение еще один момент который является благословением для нас это рост и защита который проявляется в пользе от взаимоотношений между братьями сестры между братьями братьями и и так далее мы растем уже говорили о том что у каждого есть сильные стороны и общаясь друг с другом мы учимся каким-то определенным вещам даже взять физическое да кто-то занимался спортом всю жизнь кто-то смотрел на это все как на непонятные вещи когда вы в дружбе то ресурсы пошли на турнике ну пошли раз попотялись второй раз попотяли суд а мне понравилось человек раньше этим не занимался и это уже физически развиваешься ты и физически уже растешь в этом то есть у тебя уже но но есть нормальный взгляд на физическое упражнение тоже начал заниматься зарядкой и так далее ты физически развиваешься и физически растешь почему у тебя есть друг тебя есть пример без на что посмотреть у тебя есть чему научиться и так далее то есть в этих вещах мы можем действительности быть благословением друг для друга защита рост и защита я скажу что мы с моим другом очень часто по ночам мы либо в русскую поляну ехали с ним на велосипедах либо из русской поляны на велосипедах это где-то она около 15 километров но не 15 наверно меньше но мы ночью где-то в два часа три ночи нам нам не важно какое-то было время мы смело ехали почему нас было двое и мы понимали никто из нас не убежит мы доверяли друг другу это доверие дело нас сильнее кто там пытался нас останавливать кричать стойте да мы вас сейчас мы останавливались разворачивались подъезжали что такое ребят и видя нашу уверенность и сплоченность это мы пошутили ну нет проблем поехали дальше послушайте это делает нас совершенно другими людьми один человек он бы подумал что буду ну покричали хотя кричат но два уже есть смелость есть дерзновение есть доверие друг другу и и мы только приобретаем поэтому ты уже чувствуешь себя защищенным тоже чувствуешь что на самом деле ты можешь иметь через эти взаимоотношения благословение три вещи которые так важны три уровня взаимоотношениях первое я ученик наличие лидера в нашей жизни это как духовное отцовство мы приходим церковь молодые еще ничего не знающие кто-то там молится кто-то там пророчит кто-то еще что то где мы смотрим на такими растерянными глазами мы не понимаем что происходит и и и как относиться к этому но когда мы берем знаете вот такой вот как бы ну видим человек лидер и мы становимся под него чтобы научиться чему-то это всегда будет благословением для нашей жизни это та же защита ты защищен если у тебя есть непонятные вещи если те вещи которые вообще не воспринимаются объясните мне что это такое если это в библии а говорится ли это в библии что библия говорит об этом и так далее когда ты познаешь все больше и больше больше твое отношение меняется ты уже не боишься этих вещей ту же сам возрастаешь в этом в духовного человека почему потому что есть рядом тот кто может наставить научить поддержать помолиться и и так далее то есть уровень ученика наличие лидера в твоей жизни она гарантирует тебе духовный рост который есть у родителей второе я учитель каждый призван умножать и передавать себя другим каждый призван но чтобы нам не передавать наши негативные вещи мы должны научиться позитиву аминь через вот эти вот терки и так далее притирание нож железо железо точит да то есть через эти вещи мы меняемся для того чтобы стать учителем библия как немногие делаете что учителями почему это ответственность ты даешь пример человеку в дальнейшей жизни ты учишь его вещам который будет сопровождать его всю жизнь чему ты его научишь скажи ты знаешь находиться в служении это не обязательно я вот уже нас лет без служения нормально живу все хорошо ты научишь человека своим негативным вещам своим промахом то что у тебя не состоялось то что у тебя не получилось то что у тебя потеряла ценность то научишь человека на обращенную который только пришел церковь вот почему билигет немногие делаете с учителями немногие делаете с этими духовными лидерами потому что духовный лидер уже должен стоять на какой-то определенной позиции чтобы он понимал что то чему он учит она будет сопровождать этого человека дальше по жизни и поэтому для того чтобы мне стать в эту позицию передавая опыт передавая с свой дух духовный уровень и и так далее мне нужно научиться правильным вещам чтобы я мог передать правильные вещи не научить негативу а ходить в позитиве и быть благословением для человека чтобы быть для него под подражанием в позитиве каждый призван умножать передавать себя в других и и третье я друг отношения партнерство и дружба когда мы уже не учим а дружим идем по жизни вместе служим богу ревным жаждем уступаем друг другу духовно возрастаем друг в друге подымая друг друга слушать ты молился сегодня нет я тоже не успел давай помолимся давай у тебя есть проблема да я становлюсь пролом за твою нужду за твою проблему что-то еще происходит давай вместе один тысячу два десять тысяч сразу меняется сила меняется позиция сразу меняется отношение духовного мира к тебе когда ты вдвоем когда ты один дьявол смотрит на тебя как на жертву когда вас двое он смотрит на вас как на воина услышьте меня сегодня один ты жертва в его глазах два вы уже воины он уже подумает атаковать вас или нет он подумает над тем что делать в вашей жизни знаю то что вы как одно целое как монолит а если это вся церковь кто-то пришел с какими-то определенными сплетнями кто-то говорит о том о том подожди брат успокойся у нас не принято обсуждать церкви да вы шо да брат мы не обговариваем мы останавливаем эти вещи вау скажите это нормально или мне я ну я же друг я должен выслушать брат пусть расскажет брат рассказал тебе о ого это серьезно ты пошел еще кому-то рассказал тот еще кому-то рассказал еще кому-то делал дело свое дело уже кто-то кого-то не видел за этим делом находится в порицании он уже вышиб вышиблен из 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 общества только потому что кто-то где-то подумал и начинаешь разбираться копаться откуда это пришло тот сказал тот сказал тот сказал тот сказал приближайся к действительности к проблеме смотришь она выеденного яйца не стоит проблема вообще нет но за счет вот таких вот вещей тоже никому не говори знакомо вам это да я же тебе скажу ты же мой друг даже никому не говори я сразу говорю на меня не располагай я скажу если мне надо будет я скажу об этом если это мне не понравится если это осуждение кого-то сразу знаю я буду говорить об этом я подниму это на свет я не позволю чтобы это связывало меня уже ты говоришь да хорошо я никому ты все равно скажешь об этом будет распирать тебя это уже будет грехом потому что ты обманул своего друга это будет участием его сплетнях лжи и так далее масса вещей которые делают нас заложниками это то что нравится только дьяволу это не нравится богу и кто-то сказал на это аминь дорогие мои я бы хотел чтобы послание о взаимоотношениях оно заставило нас посмотреть и подумать совершенно по-другому о церкви посмотреть на тех кто находится рядом с тобой посмотреть на тех кого ты не видел еще в церкви в церкви есть люди которых ты еще не знаешь я вам говорю это без без преувеличения есть люди которых ты не знаешь и даже не стремись его знать а мы должны знать друг друга нам это ценно нам это необходимо потому что чем больше у нас друзей тем больше чем больше у нас имеется вот эта вот притирка тем мы становимся сильнее чем больше людей знают тебя и уважают тебя и и относятся с почтением тебе и так далее и ты также относишься к этому человеку это делает церковь намного сильнее это связывает все замыслы дьявола не дает ему развиваться в твоей и моей жизни а значит что мы можем иметь победу в тех ситуациях тех искушениях тех испытаниях в тех проблемах которые возникают в нашей жизни мы можем выходить победителями а не побежденными давайте мы встанем отец небесный мы благодарны тебе за это время мы благодарим за слово господь которое ты дал нам подарил нам господь мы благодарим за то что твое слово меняет наше мышление наши взгляды наши ценности господь мы желаем действительности быть благословением друг для друга мы как церковь желаем быть и ходить в единстве согласии взаимопонимании мы просим тебя боже благослови нас сверх естественным образом боже мы желаем возрастать в духе святом мы желаем возрастать господь в каких-то определенных вещах нашей жизни каких-то слабостях отец мы не желаем оставаться такими же как мы пришли в церковь мы желаем господь возрастать более духовных зрелых людей отец и мы благодарим за то что ты подарил нам друзей, братьев, сестер через которых мы можем быть оточены через которых мы можем быть господь в действительности измененными отец мы просим тебя благослови благослови и еще раз благослови чтобы наши чувства, наши эмоции господь они были согласны того что пишет об этом Библия чтобы господь наши чувства и эмоции это был характер Христов чтобы наши чувства и эмоции, они были подчинены, Господь, подчинены Богу, подчинены Духу Святому. Отец, мы просим Тебя, благослови нас в этих переменах, этих изменениях, Господь, дай нам ценить друг друга, дай нам уважать друг друга, дай нам правильно относиться друг к другу, Господь, благослови нас в этом. Мы на самом деле нуждаемся в Тебе, мы на самом деле нуждаемся в друзьях, мы на самом деле нуждаемся в том, чтобы рядом с нами стояли, Господь, Люди, которым мы доверяем в нашей жизни Отец, мы просим тебя, подари нам таких друзей Дай нам, Господь, эти взаимоотношения Дай нам ценить, дай нам вкладывать финансово, Господь, в эти взаимоотношения Дай нам, Господь, вкладывать время в эти взаимоотношения Отец, благослови, благослови нашу церковь особенным образом Чтобы, Господь, в наших отношениях было единство, любовь, согласие, взаимопонимание Отец, пусть все это присутствует в твоей церкви, в твоей голубице Во имя Иисуса Христа Мы благодарим Тебя за все, что Ты делаешь в нашей жизни За все, что Ты уже сделал И за то, что Ты продолжаешь действовать в нашей жизни Мы искренне благодарны Тебе, наш Бог Прославься, возвелитесь в нашей жизни А мы за все благодарны За все благодарны, наш Бог Отец, Сын и Дух Святой Весь народ сказал Аминь Сын и Дух Святой